Всем привет! Вы на канале Кончуровок. Это сегодня я расскажу, как працюю в Тролл Эпосе. И, кстати, я хочу вам рассказать о моем канале Кончурова Микита появился не другой канал, нет, это проект Европейский Тролл Эпосе в европейских местах, которые сейчас вы узнаете. Сегодня не будет про Болгарию, сегодня уже Чехия. Мы поговорим о Болгарии, я расскажу потом. В следующем видео. И так мы поговорим о том, как открылся чешская Будойовице. В чешском месте Будойовице троллейбусный рух был вычинен еще в 1985 году. Тогда первой эксплуатировался «Шкода-9Р», но дата открытия точности 1976 года. Тогда троллейбусный рух развивался в городе. В начале 1990 года троллейбусный рух развивался, но некоторые маршруты были зачинены. Троллейбусный рух развивался с 1991 года по 2016 года. Троллейбусный рух развивался в транспорте. Это чешский, как вы знаете, «Шкода-15ТРМ». «Шкода-14ТРМ» и «15ТРМ». Но подвижный состав чешской Будойовице в чешском месте. Это, как легендарный «Шкода-15ТРМ», «ТРМ», которые эксплуатуются в Украине, как в местах Харьков, Чернівцы, а также Тернополь, самый большой подвижный состав – это Тернополь. И Житомир. Но Житомир – это троллейбусный рух. А в 2006 году, в местах Чешской Будойовице, пришли первые троллейбусы, как на базе «Шкода-24ТРМ» и «Рибун Синтеніс», но вторая модификация – это «25ТРМ» и «Рибун Синтеніс». Но с гармошкой. Как вы знаете, на базе автобуса и «Векун», тобто швейцарского автобуса, а по швейцарского – кузова автобуса. На сегодняшний день троллейбусный рух в карте можете заглянуть. Троллейбусный рух в местах «Розвальцы» на 95%. На сцену на 2019 по 2021 року число подвижного состава – 250 троллейбусів. Парк рухомок складу – примерно 1255 троллейбусів. А длина контактной мережи – 1000 км подстанции – 150 подстанции в Чехии. В местах Чехии по станции – 250. На сегодняшний троллейбусный рух в местах «Розвальцы». Мы можем посмотреть на карте троллейбусных маршрутов. Но на начале 2020 года были начинены домики района. Это первые троллейбусы. А в 2005 году бус закрит до речкового порта троллейбуса. Но ликвидации троллейбуса таки удалось таки зберегать в Чехии. Это первые троллейбусы, которые эксплуатировались на маршрутах номер 3, 5 и 8. Это первые троллейбусы, которые эксплуатировались на маршрутах номер 3, 5 и 8. А также эксплуатировались на маршрутах номер 59. Высший магистраль. Рухомок складок. Но троллейбусный парк отновили. Парк, видимо, не застарливый. Но в 2016 году началось отстранять эксплуатацию «Шкода-15 ТР». Например, в 2017 году списали два «Шкода-15 ТР». Так заявила чеськая будовица «Электротранс». Троллейбусное управление в депо заявили, что уроком склады отстраняют эксплуатации «Шкода-15 ТР» через то, что закончилась модернизация. Это типа отработали троллейбусы. Останная «Шкода-15 ТР». Но на сегодняшний день. На сегодняшний день. На сегодняшний день. На початку червня 2022 года. Чеськая будовица «Астала-Шкода-15 ТР». Данный модел остался лишь 7. Но ранее было 35. Но на сегодняшний день. Сейчас осталось лишь 27 экземпляров. И они скоро не завжди идут в историю. Но в 2013 году закупили через прекращение выпуска троллейбуса «Шкода-25» и «Рисбоксинтонис» и заменили новыми троллейбусами «Шкода-27-4» на базе кузова автобуса польского «Соляр-Строино». Они выпускаются с 2013 по 2017 годы. Стасия, я рассказывал про «Рисбоксинтонис». Стасия, они эксплуатуются как и не только в Чехии, а также эксплуатуются в «Остраве», чешском городе в Чехии, «Остраве», «Бруно», а также эксплуатуются в столице Латвии Риги и эксплуатуются даже в Италии. Но в 2018 году модернизировали данные машины, но троллейбусный рух восстановили. Но в 2016 году данные троллейбусы «Шкода-27ТР» модернизировали. Они установлено отличаться от 2013, потому что нет кондиционирования, а в 2016 установили кондиционеры. Троллейбусный рух восстановили. Будем сподіваться, что троллейбусные рухи, на сегодняшний день эксплуатуются очень много троллейбусов. Будем сподіваться, что город будет развиваться. И троллейбусный рух тоже. С вами канал Микита Гончаров и сайта скачан из Трансфото. Надеюсь, было интересно. Есть еще одна новина. Так вот, с 2021 года поступили электробусы сольда без зарядки. Ось такие электробусы, но на базе «Шкода» электронина З20. Это новые электробусы, которые впервые выполнены еще в 2018 году. Но они прекратены в 2022 году в связи с заводом «Шкода», который хочет прекратить данные модели, потому что они шкодные, потому что электробусы сольда без зарядки. А вот этот электробус, это дизельный автобус, это, как мы называем, троллейбус, но с динамической подзарядкой, в которой есть аккумуляторная батарея. Но будем сподіваться, что троллейбус будет развиваться, и электробус не заменить. Ну, короче, подписывайтесь на мой канал Микита Гончаров, скачан из фотографий с сайта Трансфото. Можете самі скачувати, но если вам понравится, ставьте лайк, а если вам не понравится, ставьте без лайк, я не ображусь, но напишите комментарии, которые хотелось бы, чтобы я виправил в дальнейшем будущем. И не забудьте ставить колокольчик, подписывайтесь на мой канал, и если вам понравится проект, который сегодня, або в сьому тижне создал проект «Европейский троллейбус», то наступное відео, а на сьому все. Дякую за перегляд. Ставьте лайк, подписывайтесь, не забудьте ставить колокольчик. А наступное відео буде троллейбус в болгарском місце «Пазарджик». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»